Предлагаем маленьким любознайкам познакомиться с книгой Алены Восьмецовой «Маяки-помощники капитанов» издательства «Настя и Никита». Послушайте отрывки и рассмотрите прекрасные иллюстрации художника Екатерины Колесниковой. Почти каждый человек когда-нибудь видел маяк, и все знают, что маяки указывают путь корабля. Но вот зачем маяки мигают? Почему маячные башни высокие? Как выбирается место для маяка? Об этом знают немногие. А сколько точно в мире маяков, не знает вообще никто. Если взяться говорить обо всех, пришлось бы написать несколько толстых томов. Эта книжка расскажет вам всего несколько историй о маяках, а главное поможет разобраться в том, что такое маяк и как он работает. Так зачем же нужны маяки? Оказывается, свет маяка позволяет определить расположение корабля в пространстве и уточнить его курс. Откуда берется свет? Сначала источником света на маяках были горящие угли. Потом фитиль, плавающий в горючем веществе. Таким веществом могли быть и рыбий жир, и растительное масло, и керосин. А затем люди придумали применять для освещения газ, на котором сейчас почти в каждой кухне готовят еду. В современных маяках используют электрические прожекторы с мощными лампами, а для усиления света применяют зеркала и специальные линзы, которые называют рефлекторами. Огонь маяка может быть белым, красным, зеленым, а может состоять из сочетания этих цветов. Но синим маячный огонь не бывает никогда, потому что этот цвет рассеивается во влажном воздухе и становится невидим, даже на небольшом расстоянии. Когда-то маяки не мигали, а просто светили ровным светом с моря и выглядели совершенно одинаково. Невозможно было отличить один маяк от другого. Поэтому моряки, хотя и видели, где находится берег, но не могли понять, какой именно. Чтобы помочь им, инженеры придумали механизм, позволяющий маякам мигать. С тех пор мореплаватели могут различать маяки не только по цвету, но и по продолжительности светового сигнала. Чтобы не возникало путаницы, у каждого маяка есть свой сигнал, свое правило, сколько секунд светить, а насколько гаснуть. Если вспышка света длится дольше, чем период темноты, то о маяке говорят, что он затмевается, а если наоборот, то проблескивает. В книге Алены Васнецовой вы найдете информацию о самых известных древних маяках. Так, например, Александрийский маяк с острова Фарос в Средиземном море был высотой 180 метров, а его свет распространялся на расстоянии в 55 километров. Как поддерживали огонь на маячной башне? Какие фигуры украшали маяк и охраняли мореплавателей? Откройте книгу и узнаете. Не менее интересна история Колоса Радосского, гигантского маяка, который простоял 65 лет и рухнул вследствие землетрясения. Автор расскажет юным любознайкам, где располагался маяк, в честь кого он был построен и чем отличался от других маяков. Предлагаем послушать еще один отрывок из книги Алены Васнецовой и узнать о необычном маяке, который находится у нас в Архангельской области. Маяк – церковь. На Соловецких островах до сих пор действует удивительная церковь-маяк. Сначала церковь Вознесения Господня Соловецкого монастыря была обычным храмом. А поскольку храм стоял в очень удобном для постройки маяка месте, то в 1862 году над куполом надстроили маячную лампу, и храм-маяк стал указывать дорогу морским судам. Обслуживают маяк монахи. На сегодняшний день церковь является самым высоким маяком Белого моря. В мире меньше десяти подобных храмов-маяков. Знаете ли вы о плавучих маяках? Оказывается, раньше маяки устанавливали на кораблях. На мачте крепилась жаровня с горящими углями, свет которых был виден издалека. Сегодня существует специальное оборудование, и плавучие маяки утратили свою значимость. Что же теперь помогает кораблям в море избежать больших неприятностей? Читайте в главе «Плавучие маяки». Алена Восемецова на страницах своей книги расскажет о том, как маяки защищают от ураганов, чем знамениты астральные колонны в Санкт-Петербурге, и какой маяк считается самым высоким в мире. Если вы мечтаете посетить маяк в качестве туриста, обратите внимание на главу «Соброшенные маяки». Давайте послушаем небольшой отрывок. Время идет, системы навигации развиваются, и роль маяков уменьшается, а некоторые из них перестают использоваться за ненадобностью. Что же происходит с такими маяками? Есть маяки, о которых, к сожалению, забывают, и тогда они постепенно разрушаются. Но в некоторых странах отслужившие маяки наоборот считаются историческими памятниками и поддерживаются в приличном состоянии, регулярно ремонтируются и охраняются специальными законами. И практически повсюду в мире сегодня развит маячный туризм. Наверняка каждый из вас хотел бы побывать внутри маяка, а некоторые не отказались бы и пожить в нем какое-то время. Теперь такая возможность у вас есть. В недействующих маяках открыты гостиницы, и на береговые маяки можно приехать в любой день. Но учтите, что желающих пожить на маяке всегда больше, чем в свободных местах, поэтому вам придется подождать какое-то время. На морские маяки туристов по определенным дням завозят на вертолете или на катере и оставляют на несколько дней. Для чего туристы приезжают на маяк? Какие сюрпризы их могут поджидать? Читайте на страницах книги Алены Васнецовой «Маяки-помощники капитанов». Мы приглашаем мальчишек и девчонок в каковинку с увлекательными книгами из серии «Настя и Никита», которые помогут найти ответы на самые сложные вопросы о маяках и не только. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова